добрый вечер ирина расскажет раз какие цветовые схемы модные 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 в этом году какие стилистики свадьб свадьбу сентябре придется германии спасибо маша а слушайте в этом вот опять же возвращаясь к моде знаете меня часто спрашивают а скажите что модно скачет модом это как был раньше моду рустик все делали свадьбу рустик модно там бога все делали свадьбу бога модно изумруд все делали изумрудные они зовут тифани тифани вот был год как-то тифани было модно все просто вот поголовно делали эти свадьбы тифани ты смотришь думаешь о боже мой тифа и чего не вы капец опять тифани мне кажется знаете не стоит вам сильно зацикливаться на вот что модно вам стоит больше зациклиться на вашей какой-то истории модно сейчас я уже об этом говорил повторюсь еще раз модно сейчас рассказать свою историю на свадьбе модно сейчас когда весь декор сделан про вас модно сейчас когда в декоре есть какие-то элементы вашей судьбы вашей истории и так далее это модно да можно сделать все в одном коралловом цвете который там по версии понтон выбран самым модным цветом 2019 года но зачем просто зачем это же не ваша история это не просто немножко не про вас ну окей сделайте вы коралловую свадьбу пройдет 10 лет вы будете смотреть думать нафига я сделаю это коралловой свадьбы это вообще ну кораллы но все делали эти коралловой свадьбы я не сделал зачем это было нужно лучше лучше сделать вот что-то про вас любите когда с на велосипедах значит используйте этот момент любите путешествовать значит используйте этот момент познакомились где-то не знаю на луне значит используйте этот момент используйте эту историю познакомились в интернете для многих ой да что там рассказывать мы познакомились в интернете очень много много можно выжить как раз таки из этой истории как что вы познакомились в интернете просто нужно включиться в эту игру нужно расширить горизонты нужно представить вообще что может сделать декор мероприятия вообще в принципе оформление вашего мероприятия не только в декоре, но и при помощи артистов, при помощи ведущего, фотографа, видеографа и так далее. Он состоит не только из цветочков, которые ставятся на высоких ножках, но вот не только из этого, поверьте. Очень много складывается из каких-то маленьких деталек, маленьких каких-то нюансиков. Практически, не знаю, смотрели, не смотрели, сейчас как раз таки у меня на канале вышла уже вторая часть свадьбы нашей, иностранной свадьбы Ксюши с Набилем, где я рассказываю как раз об этом, что свадьба состоит из вот этих маленьких нюансиков, из этих вот малюсеньких деталечек, из которых в целом складывается картинка. И когда ты потом расшифровываешь эти детальки на свадьбе, когда ведущий, может быть, что-то расскажет и говорит о том, что «ребята, а вы заметили, что вот у нас сегодня было вот это? Ребята, а вы обратили внимание?» Или там «а вот гости вам подарили такой подарочек не просто так, а вот потому-то, потому-то». Или вот мы там дарим, допустим, подарки ребятам после мероприятий, и одной нашей паре мы подарили, например, деревянный короб, там на коробе написана фраза, и внутри лежит мед. Не просто так, ну не просто так, потому что нам взбрендило в голову подарить ему деревянный короб, а потому что невеста любит деревянные вот эти вот моменты. Мы это заранее знаем, мы изучили их анкету четко, прочитали все это дело и решили, что у нее однозначно должен быть какой-то деревянный короб, который будет потом ей напоминать про эту свадьбу, про то, как она готовилась к этой свадьбе в России, хотя живет во Франции и вообще, в принципе, не бывает в России практически никогда. И может быть, спустя время, когда она там будет хранить какие-то свои брошки, возможно, да, или что-то там делать, сделать какой-нибудь magic box какой-нибудь из этой коробочки, будет вспоминать вот о том, что было вот это мероприятие, что как мы готовились. А жених в то же время любит мед очень сильно, поэтому там был мед, для него вообще удивительный. Мед – это что-то удивительное, интересное, вкусненькое, поэтому он любит сыр там с медом, он француз, ему очень нравится сыр с медом. Вот, поэтому, повторяюсь, да, и возвращаясь к деталькам, детали очень важны, и мода складывается не из цвета, который кто-то там обозначил, мода складывается из вашей индивидуальности. Вот ваша свадьба должна быть индивидуальной, это самое главное, самое ключевое, и это будет модно всегда. Вот можете просто посмотрит это видео, через 10 лет, через 15 лет, неважно через какое количество времени, это будет модно всегда. Индивидуальный проект про пару будет моден всегда, абсолютно в любое время, в любой год, через сколько угодно лет. Фух, аж устала, час уже мы с вами болтаем, аж устала рассказываю.